итак добрый день мы продолжим нашу тему дубликации и сегодня мы смотрим две такие задачи как презентация проведение презентации с учетом основного побуждающего фактора и психотипов людей меня зовут любовь федорова многие меня знают уже представляясь для новичков я спикер дубликации и куратор латвии так вот мы свою работу когда мы строим бизнес когда мы хотим прийти к какому-то успеху но понятно что мы хотим чтобы наш бизнес был успешный есть определенные все таки правила и схемы работы от которых желательно не отступать потому что тогда работа будет более продуктивно может быть даже сказать учитывать учитывать задачи которые нам необходимо научиться выполнять как спонсору который приглашает это наша терминология такая да который приглашает команду людей в свою команду так и самому лично когда мы начинаем работать начинаем строить команду они просто являемся допустим инвестором не просто поддерживаем наш проект и мы рассматривали уже рассмотрели четыре задачи это мы говорили как ставить цели как помогать своим коллегам ставить цели как работать с контактами как можно создавать эту книгу это тоже очень важная и наверное одна из главных частей это как наш капитал да с которым мы работаем тайм менеджмент телефонные звонки телефонный этикет мы все рассмотрели и сегодня мне хочется поговорить о презентации потому что презентации мы делаем постоянно когда говорим о проекте с кем бы мы не заговорили о проекте даже если мы встречаем какого-то своего старого знакомого и на вопрос чем ты занимаешься мы уже делаем презентацию даже если мы говорим пять предложений о нашем проекте мы уже делаем презентацию чуть позже мы поговорим о схемах этих презентаций но мы говорили что если мы новички то мы сами не беремся рассказывать о технологии мы просто приглашаем на какую-то готовую презентацию на вебинар на конференцию на может быть там небольшую какую-то презентацию в зале вот оффлайн встреча или вообще встреча с нашим спонсором или человеком который идет хорошо знает идет презентации хорошо знает технологии но все равно зачастую мы сами делаем эти презентации приглашая на вебинар мы понимаем что в течение целого часа специалист или человек который очень хорошо знает тему будет рассказывать будет знакомить с темой и с проектом но это будет просто информация о проекте когда же мы ее делаем то мы можем уже сразу использовать свои навыки и знания зная как решать те задачи спонсора которые стоят перед нами мы уже можем двинуться продвинуться гораздо дальше чем если мы бы продвинулась продвинулись после презентации обычной ну то есть когда делаем не мы делай просто специалист или просто какой-то вебинар мы тогда потом после вебинара включаемся и начинаем говорить но если мы сами это делаем сразу сегодня и сейчас то очень важно понимать что такое психотип человека и что такое основной побуждающий фактор знания по этим двум пунктам так скажем делают и умение использовать их делают нашу презентацию очень продуктивной и так всех людей можно разделить на четыре психотипа их назвали таким образом командиры звезды гуманисты и аналитики аналитиков иногда называют дипломатами так вот когда мы начинаем беседу нам очень важно буквально с первых минут разговора понять кто перед нами если это наш какой-то старый знакомый то мы уже знаем примерно его как он говорит как он воспринимает информацию какие у него цели чем он занимается то есть мы о нем уже что-то знаем и тогда мы четко уже можем понимать кто перед нами по этим четырем психотипом если же это какой-то наш новый знакомый мы только-только начинаем с ним какое-то взаимодействие то очень важно понять кто он и это в принципе нам нужно не только для того чтобы сделать презентацию получить хороший результат это нужно вообще даже в общении это очень облегчает общение с человеком потому что мы знаем что по навыкам коммуникации мы знаем что люди очень любят себе подобных то есть если мы умеем подстроиться под человека то у нас получится диалог он будет более легким он будет более может быть не хочу сказать продуктивным поэтому потому что это если обычное общение то конечно нам там не нужна никакая выгода да но он будет более таким дружественным мягким да вот этот контакт будет с человеком то есть если человек говорит чётко и быстро и мы научимся говорить также быстро если человек любит говорить медленно то понятное дело мы будем слушать его и мы будем ему отвечать также не спеша потому что если мы если он говорит медленно значит он выдает информацию медленно и он точно так же ее принимает и обрабатывает медленнее чем скажем другие да и поэтому когда мы ему говорим также в том же темпе скажем так в том же темпе что и он то он эту информацию воспринимать если же мы меняем этот темп говорим немножко быстрее то все он может где-то потеряться и у нас уже не слышит не воспринимать вот поэтому это очень важно и если мы поймем кто перед нами то общение будет намного легче итак кто такие командиры командиры это люди представьте себе сразу руководителя отдела хорошего руководителя отдела который четко понимает что ему нужно четко понимает как к этому идти и четко понимает как должен выглядеть конечный результат у командиров могут быть может быть такая жестикуляция и это будут указательные жесты вот вот так вот вот так вот вот так вот туда сюда то есть понимаете потому что он уже это знает для него очень важны высокие стандартные для него очень важно понимать что это выгодно что это прибыльно тогда он за это берется если это не представляет это не представит для него никакого интереса если это будет что-то из области может быть какой-то гуманитарки но на это надо потратить время эти люди готовы тратить свое время если они знают что будет классный четкий результат который их устраивает который им нужен вот если они что-то покупают нужно чтобы было там гарантия не обязательно посмотрят гарантию да если это будет там не знаю даже тот же диван покупает он то это должно быть качественно это должно быть комфортно может быть даже какой-то много многофункциональность то есть но это такие люди которые слушая вас допустим вот вы говорите я сейчас вам расскажу о проекте они могут слушать вас буквально три-четыре минуты а потом остановить вас и просто задавать вопросы и вы говорите но я тебе еще про это не рассказал я бы я уже к этому и дойду а он так стоп мне вот ты мне сейчас прям скажи да потому что он уже понял ему не нужно долго раз за размазывать рассусоливать да поэтому если этот человек начинает вас даже где-то в какой-то мере перебивать и вы понимаете что ой ну я же еще вот это хотела рассказать это но у него есть вопрос значит у него уже есть интерес и тогда мы даем ему то что ему нужно то есть мы отвечаем на его вопросы вот таким вот образом мы общаемся с командиром и таким образом мы вычисляем командира звезды немножечко другие люди это люди которые такие открытые улыбчивые всегда в хорошем настроении позитивные для них знаете такие атрибуты статуса и успеха очень важны им нравится быть в центре внимания это человек праздник они доброжелательные общительные достаточно легкие единственное что они обидчивые и они не выносят критики их нельзя критиковать если даже вам что-то не нравится и вас об этом не спрашивают тогда в этом не говорим вообще и никогда вот звезда она должна оставаться звездой дальше гуманисты гуманисты это люди которые ориентированы на отношения для них важны люди которые их окружают для них важно не нанести вред окружающему это и животные и природа для них очень важно чтобы они были кому-то нужны когда они кого-то поддерживают им приятно чтобы и их поддерживали они заботятся об окружающих им приятно чтобы и о них заботились поэтому гуманисту всегда нужно задать как те сегодня день начался все ли у тебя хорошо нужно ли тебе моя помощь могу ли я чем-то тебе помочь если он там чем-то озадачен перед тем как начинать с ним вести беседу гуманисту очень важно задать какие-то вопросы которые будут из области заботы о нем потому что он всегда дает все он заботится о людях для него это очень важно они очень творческие они очень трудолюбивые для них важно чтобы все было правильно чтобы не нанести вред также для них очень важна оценка и мнение других людей поэтому когда мы будем говорить о нашем проекте им тоже будет очень важно понимать как мир как люди воспринимают этот проект что думают о нем какие отзывы есть да потому что он думает я буду как все я хочу чтобы я буду принимать участие в том что нравится всем или в том что полезно всем другим окружающим да неважно вот он будет собирать эту информацию поэтому мы и разговариваем с ним с этой позиции и даем ему такого типа информацию и задаем ему вопросы да то есть мы о нем гуманно заботимся так же как и он привык заботиться обо всех других людях и четвертая группа людей четвертый тип это дипломаты аналитики это те люди для которых важны цифры факты вот представьте себе визуально бухгалтерию там важно все каждая запятая каждая точечка каждая циферка очень важны вот так же для аналитика важны все детали и если ему что-то непонятно он будет нам задавать вопросы задавать и задавать будет копаться в мелочах он будет нас доставать всякими мелкими подробностями и нам нужно будет для него их узнавать если мы не знаем мы ему говорим да я узнаю к следующей нашей встрече обязательно тебе об этом скажу потому что для него нужна точность country конкретика они очень четко видят риски так как они аналитики они сразу видят риски поэтому по рискам они тоже будут задавать много вопросов какие у нас гарантии а какие у нас сертификаты а что уже готова а что сейчас на очереди а чего ждать от завтрашнего дня да то есть когда мы понимаем что перед нами вот такого типа человек то мы настраиваемся чтобы нас не злили такие вопросы особенно если мы совсем другой человек если мы какой-то так вы знаете там командир или какой-то такой шебутной да зачем тут эти мелочи тут вот грандиозное что-то происходит для аналитика наши вот такие эмоции будут абсолютно неважны эти эмоции мы можем выдавать звезде и звезда будет с нами на таких же эмоциях все это воспринимать и даже работать с аналитиком мы готовимся поработать более основательно более подробно более углубленно и так как будто бы итог такой да что наше поведение при первом контакте с каждым из них то есть наш но опять-таки первый контакт имеется ввиду наша первая беседа это не то что мы там с ним вот сейчас только начинаем знакомиться хотя и такое тоже может быть нас допустим приглашает кто-то из нашей команды приглашает и говорит у меня есть человек ему нужно сделать презентацию я приглашаю у нас будет встреча на троих да и все вот у нас первый контакт с человеком которому мы должны дать сделать презентацию так чтобы человек принял наше предложение то есть получить результат мы понимаем любые наши действия чтобы мы не делали у нас есть какая-то цель да если мы делаем презентацию наша цель какова чтобы человек пришел к нам в команду чтобы человек принял наше предложение и наше предложение поэтому когда мы видим что перед нами командир тогда говорим четко коротко конкретно да то есть мы сразу настраиваемся на эту волну мы даже можем сами сказать давай так я тебе коротенько расскажу я тебе скажу самые главные аспекты а ты если что задашь мне лучшие вопросы чтобы я понимал что именно тебя больше всего интересует и это будет тоже правильно это будет тоже правильная презентация потому что мы дадим человеку то что ему нужно знать то что ему интересно поэтому если вы об этом договариваетесь сразу это тоже совершенно правильный шаг когда мы видим звезду естественно у нас всегда нужно хорошее настроение это улыбка это позитив это абсолютная искренность ничего не додумываем не придумываем их нельзя не только критиковать их нельзя обманывать потому что они обижаются если другому человеку вы можете потом сказать ты знаешь я я тебя обманул не намеренно но у меня была неправильная информация то командир скажет хорошо давай неправильную информацию а звезда может обидеться нет вот ты наверное подумал что вот я такой что мне можно лапши повесить да вот они обидчивые у них есть такое поэтому лучше не приукрашать лучше говорить только то что мы знаем естественно показать свои свою компетентность это нужно в любом случае с любым психотипом да чтобы мы понимать что перед ними профессионал человек знающий что он говорит и если мы его призываем каким-то действием очень хорошо если мы сами эти все действия проделали я потому что очень часто бывает мы будем делать так делать так делать так а сами этого не делали это тоже чувствуется это где-то я не знаю на каком-то подсознательном уровне но люди это чувствуют что мы только теоретики и мы никакие не практики да поэтому если мы свою команду начинаем обучать тем шагам дубликации которые вот мы с вами разбираем более подробно то очень важно чтобы вы сами через это все прошли чтобы вы могли привести примеры из своей практике это самые лучшие варианты донесения наверное материала когда вы можете привести свой собственный пример ну и еще звезду конечно ей очень нравится когда что-то делают для него либо чашечку кофе вы ему заказываете пусть у него есть 20 раз деньги оплатить эту чашечку кофе для него важно внимание или вы ему маленькую шоколадочку кофе у меня для тебя есть маленький подарочек вот шоколадочка да вот я вот только я увидел эти шоколадочка магазине сразу вспомнил тебя и специально для тебя купил какой-нибудь презент какой-нибудь подарочек да мы можем еще если это опять-таки наш старый знакомый мы можем ему уже дать какой-то подарок потому что мы что-то о нем знаем вот если это абсолютно новый человек да то мы можем тут же предложить я хочу угостить тебя там кофе чай что ты пьешь да давай я я тебя хочу гостить вот это тоже очень хороший шаг он раскрывать сердце звезды и она идет к вам навстречу вот с гуманистом проявляем интерес поддержку вот как я сказала когда ехал как вы доехали да все для него это уже участие это уже внимание потому что он точно также делает отношении к другим людям а вот тоже очень важно быть искренним ну и гуманист будет задавать вопросы может быть больше связанные с экологией может проговорили да то что ему интересно вот на те темы он и будет задавать эти вопросы поэтому мы тоже к этому готов ну и с дипломатом что мы делаем мы готовим как можно больше деталей разных показываем искренний интерес и быть экспертом желательно быть экспертом во всяком случае когда мы о чем-то начинаем говорить то говорите только о том что вы знаете на сто процентов потому что если вы начнете обсуждать как устроена колесная пара и как она крепится значит надо изучить как она крепится и как она устроена потому что именно тут начнутся вопросы по мелким деталям и нужно быть тогда коль вы уже об этом заговорили естественно показать свою экспертность показать свою компетентность что вы это знаете если вы говорите о струнах чтобы там пучки этих струн что они там эти опоры что предварительно натяженность вот про это когда начинаете говорить то понимаете что что это значит потому что мы можем рассказывая технологию употребить какое-то привычное нам слово анкерная опора и вас спросит а что такое анкерная а потому что но реально человек не знает что такое анкерная почему ты так сказал почему не просто опора грим промежуточную опору и анкерный опору почему она анкерная. Значит, мы открываем и изучаем. Либо мы не говорим, как я поначалу говорила, стартовая, финишная, это вокзалы, отсюда все начинается, а вот здесь промежуточные. Ну, то есть, я так по-женски объясняла. Поэтому, если уж мы употребляем какой-то термин, то нужно понять, самому понимать, что это такое, как это устроено, и быть готовым, что не все люди этого знают, потому что они будут задавать на этот счет вопросы. Да, и для дипломата это очень важно, чтобы он получил ответы на свои вопросы. Поэтому, когда мы понимаем, кто перед нами, мы тогда четко, уже быстренько соображаем, как нам нужно действовать. Что ни в коем случае нельзя делать, особенно при первом контакте с человеком, чтобы его не оттолкнуть. Потому что даже если мы начнем, извиняюсь за такое слово, умничать, то некоторые люди могут постесняться задать вопрос, но в то же время они не понимают нашу терминологию, начинают чувствовать себя, как это сказать, потеряла слово. То есть мы как будто выше них, да, мы такие умные, а вот он думает, господи, какой я глупый, какой я, ну чуть я вот этого не знаю, вот это, как я вообще с ним смогу сотрудничать, когда вот он такой умный. То есть мы своими очень большим количеством каких-то иностранных слов или каких-то терминологий какой-то, мы можем столкнуть этого человека, да, он будет себя чувствовать, ну, не, да что ж такое слово потеряла, как же оно называется-то, это слово. Ущемленным, ущербным каким-то, да, недоразвитым, но это не те слова, есть русское красивое, хорошее, правильное слово. Вот, но я думаю, что вы поняли, что я хотела этим сказать, да, поэтому если мы прям вот употребляем какое-то такое слово и мы видим в глазах человека, что он что-то недопонял, мы говорим, знаешь, это вот такая штука, я сам не знала, что это такое, но вот когда я столкнулся с проектом, я теперь знаю, что это такое, и я теперь могу рассказать, чтобы люди тоже знали. Все, мы исправили ситуацию и мы рассказали, потому что он постеснялся даже нам задать вопрос, такое тоже бывает, да, вот, поэтому с командиром мы не манипулируем, не показываем некомпетентность, как я говорю, лучше сказать, вы знаете, этим вопросом не занимался, не смотрел, не углублялся, пожалуйста, в следующую встречу я вам обязательно отвечу, потому что меня сейчас вы тоже заинтриговали, вот. Быть нечестным нельзя, ничего не додумываем, только то, что знаем. Со звездой также нельзя быть неискренним, нельзя критиковать, нельзя спорить и в чем-то переубеждать. С гуманистом не нужно быстро говорить, гуманисту нужно выслушивать, если мы уже задаем вопрос, мы выслушиваем и есть, мы в навыках коммуникации говорили, что если мы задаем уже вопрос, значит, мы уже проявили интерес, нам в обязательном порядке нужно выслушать ответ, то в данном случае нам могут, ну вот, гуманист может что-то начать нам рассказывать даже без нашего вопроса и здесь нам тоже важно его услышать, вот. Их нельзя торопить с решением или навязывать свое мнение, он все равно должен сам продумать еще раз по своим шаблонам, по своим меркам, вот этим польза, экологичность, там какое-то добро, да, вот когда он все проанализирует и сопоставит, и это будет все совпадать с его видением, вот тогда он нам даст ответ, и мы не можем его торопить, он пока это все не пропустит через свои фильтры, он нам не даст ответ. Если мы будем его торопить, он может вообще отодвинуться от нас, поэтому, чтобы не спугнуть, чтобы не потерять контакт с этим человеком, мы этого не делаем. Ну, дипломатам нельзя преувеличивать выгоду, ни в коем случае, потому что, опять-таки, повторюсь, человек прекрасно понимает риски, прекрасно будет в этом разбираться, копаться и найдет все, что ему нужно, и если мы преувеличили выгоду, мы его обманули. Или мы некомпетентные, или там что-то не так, как часто бывает, когда нам вдруг рассказывают о каком-то проекте и говорят, вот, сто положил, тысячу снял, там через два месяца, мы такие, так, стоп, такого априори не бывает. Или бесплатный сыр в мышеловке. И мы начинаем либо копаться, либо мы сразу отодвигаем, потому что, на наш взгляд, ну, так выгодно не бывает, иначе все были бы уже здесь в этом проекте, а ты бы не бегал за мной там уже пятый раз, не приглашал на встречу в такой супервыгодный проект, да. Так вот, чтобы вот такого эффекта не получалось, мы никогда не преувеличиваем выгоду, никогда. Вообще, не только дипломату, любому человеку не преувеличиваем. Потому что на сегодняшний день мы четко знаем, какая выгода есть сегодня и сейчас, это определенные процентные вознаграждения, человек сам может все просчитать, и мы понимаем, что в будущем, в долгосрочном периоде будет выгода, да, но какая, мы не знаем. Поэтому мы ее не обещаем, ни в коем случае. Итак, дальше. Что ценят командиры? Еще раз мы как будто бы проходим потом по тем же качествам. Качество люкс, оно должно быть известное, оно должно быть усовершенствовано, оно должно быть комфортное, многофункциональное. Для командиров очень важна финансовая мотивация, что это выгодно, что это прибыльно, то есть он будет видеть, ради чего он будет сейчас тратить свое время, потому что если командир говорит, ладно, хорошо, я стану просто инвестором, и я потом буду, потом меня это устраивает, да, то чаще всего командиры это люди, которые все время, они любят такой, ну, движ такой, да, у них все время должно быть что-то происходить. И, понятное дело, для них очень важен вот этот момент заработка сегодня и сейчас, да, поэтому здесь обязательно мы показываем, насколько это выгодно, насколько это прибыльно. И когда мы говорим уже в презентации конкретно, то для командиров мы обязательно проговариваем наш маркетинг, обязательно. Также мы проговариваем, какие у нас есть статусы, какие у нас есть возможности карьерные, что у нас, например, с определенного статуса можно стать даже руководителем региона, да, то есть он может взять любую страну, в которой у него есть знакомые какие-то и развивать ее. То есть даже если он получает статус лидера, значит, у него есть как минимум в команде три человека, которые на него равняются, с него берут пример, он может работать с ними, обучать их, он для них уже становится наставником, да, если он получает статус мастера, значит, у него как минимум есть девять человек, да, он руководитель группы из девяти человек. То есть это тоже важно знать командиру. Далее мы говорим в обязательном порядке про этапы строительства и о том, что у нас на каждом этапе была своя цель, на каждом этапе нужно было выполнить определенный объем работ и собрать определенную сумму денег. И мы только тогда, когда мы выполняем эти цели, мы переходим на следующий этап. Это говорит о том, как четко работает компания, какие целеустремленные и правильно строят бизнес руководители компании нашей, даже если, ну, мы берем глобально, да, мы берем проект, потому что мы-то ждем завершения проекта, завершения этих 15 этапов и то, что нам предложат. Дальше мы обязательно говорим об испытательных площадках, вот прям четко, сколько трасс, сколько единиц подвижного состава, какие сертифицированы, какие еще нет, потому что это человек, которому четко нужно все понимать, понимаете, вот эта вот четкость, она всегда и во всем, и точность, да. Вот, делая такую презентацию, мы уже понимаем, если это командир, мы тут, тут, тут вот говорим об этом. Потому что звезда, например, она, для нее важно, чтобы это было что-то новое, чтобы это было, допустим, мы говорим какие-то параметры, вот у него уже что-то там сработало, там, да, воображение, и оно должно, все, с чем он сталкивается потом в реальной жизни, оно должно все соответствовать его задуманным параметрам. То есть то, что мы ему нарисовали, оно не должно быть преувеличено, потому что его картинка должна, картинка, которую нарисовали здесь, она должна совпать с реальностью. Но точно так же для звезды важно, чтобы это было что-то эксклюзивное, чтобы оно его эмоционально зацепило, вот, что это не такое, как у всех, вот, что есть у нас специальные бонусы, специальные скидки, то есть это звездам нравятся такие условия. И когда мы делаем презентацию, что мы говорим звезде? Когда мы говорим о тех же статусах, только командиру мы говорим о том, что будет группа и управление командой, а звезде очень важно, какие награды дают за эти статусы. Вот если у тебя будет такой статус, у тебя будет такая награда, вот такой, такая. То есть вы не забывайте, что наградой является и повышение процента бонусов, да, у нас там же есть тоже повышение процента от определенного статуса, кроме того, что еще одноразовые есть там выплаты, вот. Дальше мы говорим о том, что у нас очень часто проводятся конкурсы, потому что звезде очень важно играть и выиграть, играть и выиграть. Опять-таки на пьедестал, в центр внимания, да. И поэтому, когда он понимает, о, я вот тут вот могу выиграть, а вот тут я могу, я буду, тут я буду первым, здесь я получу приз, да. Все, это то, что вот нравится звезде. Тут же мы рассказываем, что путешествия, опять-таки, это могут быть путешествия и за свой счет в тот же Минск и в тот же, в те же Эмираты уже даже на нашей площадке, а могут быть и выигранные, потому что мы приняли решение, что та практика, которую мы уже вот несколько раз про, 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 проиграли, скажем так, да, и вот эти вот путешествия, которые выигрывают люди, это действительно очень хорошая награда, и мы получаем очень хорошую обратную связь, люди очень довольны, вот, поэтому, ну, это, это важно говорить об этом звездам, звездам это нравится, и так как это все имеет успех, мы решили, что мы будем продолжать и даже, может быть, еще сейчас проработать больше вариантов, больше конкурсов и больше поездок разных, там, может быть, будут какие-то награды, поездка в Эмираты, ну, там, условно говоря, это я сейчас фантазирую, да, за первое место поездка в Эмираты, за второе место поездка в Минск, вот, ну, что-то такое, да, то есть, ну, это будет продолжаться, без этого мы работать не будем, да, то есть, это будет обязательно, поэтому звезды, welcome, у вас есть возможность за счет компании побывать в разных интересных местах, потому что мы же ездили не только, мы же, у нас были группы, которые ездили просто в Рим, просто в Мадрид, в Испанию, у нас были группы, которые ездили на Бали, я уж не помню, какой это был год, да, поэтому, ну, не только в наши, я хотела сказать, не только на наши полигоны, на наши испытательные площадки, вот, для звезды очень ценным и важным бывает то, чтобы он, вот, личное знакомство с Юницким, личная фотография с Юницким, личная фотография из Закотехнопарка, там, в транспорте, то есть, это же на сегодняшний день, так как транспорт не ездит по всей планете, то, конечно, это пока что эксклюзивные фотографии, и для звезды это очень важно. Что ценят гуманисты? Для них контакт с продавцом нужен, то есть, постоянная поддержка, чтобы он мог задавать вопросы. Опять-таки, удобство, надежность, экологичность, практичность, ценоустойчивость, это важно, это как такие, знаете, ну, просто факты, но если это брать о нашем проекте, то да, они понимают, что вот здесь вот ничего не меняется, здесь стабильно все. Наш транспорт экологичный, он практичный, он как бы с заботой о людях, о планете, и это то, что нужно гуманисту. Вообще гуманисты – это самые-самые, наверное, первые люди, которых можно приглашать в наш проект, потому что для них важно делать что-то большое, для них важна сопричастность к чему-то большому, к чему-то такому грандиозному. И когда они понимают, что они участвуют в проекте, который делается во благо человечества, во благо планеты, во благо всего живого на земле, то есть это и растительный, и животный мир, то есть вот эта сопричастность вот к этому большому, грандиозному, глобальному, для них это их смысл жизни, смысл их существования. И когда он понимает, что всё это нравится, не только несёт пользу, но ещё и нравится окружающим, и когда он будет говорить кому-то, что он этим занимается, то им будут восхищаться, он будет получать положительные отзывы, положительные эмоции в свою сторону, вот это и есть смысл его жизни, гуманиста, да, они не живут для себя, они живут для людей, в заботе о людях, поэтому наш проект для них вот просто идеально на все сто процентов подходит. И когда мы начинаем гуманисту рассказывать о презентации, да, вот ему как раз-таки не надо говорить о выгодах, ему о выгодах и о маркетинге нужно говорить в последнюю очередь, ему в первую очередь нужно говорить о безопасности, об экологичности, о важности для людей, вот об этой сопричастности к большому глобальному, о том, что у нас есть СМИ и выставки, вернее, что о нас пишут в СМИ и в каких выставках мы участвовали и какое мы впечатление в мире произвели. Вот это важно в презентации рассказать гуманисту и только в последнюю очередь говорить о тех выгодах, которые он получит для себя сегодня, в настоящем, в краткосрочном периоде и потом в будущем, да, потому что для него главный процесс и участие в этом. Дипломаты. Цена, качество, надежность, функциональность, анализ, мониторинг рынка, то есть если мы ему что-то рассказываем и сами предоставляем такие данные, это будет тоже очень хорошо. Для дипломата важно, чтобы это был проверенный бренд, либо он, чтобы был прям вот доказан, доказана его надежность. Вот, также, чтобы это было эстетично, классически, ну и плюс для каждого дипломата это должна быть запланированная покупка. Это не тот человек, который спонтанно, вы сегодня ему сказали, он сказал, о, ес, хорошо, все, пошли. Нет, он будет думать, он будет с вами несколько раз встречаться, он будет задавать много вопросов, поэтому это дипломат. Мы даем ему возможность разобраться, потому что как только мы на него начинаем давить, он сразу может от нас отстраниться. Поэтому мы ему даем возможность во всех этих деталях все-таки покопаться. Дальше. На какие мы, на что мы делаем акценты? Прям горло пересыхает, так стараюсь. Мы говорим о опытных образцах в обязательном порядке. Сколько, чего, какие у нас есть. Какие у нас есть сертификаты, что сертифицировано, что нет. Может быть, структура нашего предприятия, какие-то технические характеристики в обязательном порядке. Дипломатам может даже интересовать образование юницкого. Дипломату мы обязательно говорим, что кроме всего прочего, кроме той информации, которую могу вам дать я, у нас есть еще вебинары, причем вебинары постоянные. Вебинары Суходоева и Маслова об этом мы говорим обязательно. Для того, чтобы он слышал информацию не только от нас, но еще и от компетентных людей, членов правления, которые создавали этот проект, которые участвуют постоянно во всех переговорах и в курсе всех дел. Для дипломата это очень важно. Ему надо одно, второе, третье. То есть не только разную информацию, но еще и разные мнения. На то он и дипломат, чтобы выслушать всех и сделать свой вывод. Поэтому, когда мы понимаем, кто перед нами, мы четко можем сразу понять и выстроить презентацию, направив ее в то или иное русло, в ту или иную информацию. И, скажем так, мы даже не распыляемся на какую-то неинтересную для этого человека информацию, а даем только то, что ему нужно, и то, что ему интересно. Дальше. Кроме всего того, что мы понимаем, кто перед нами, нам еще важно понять, что конкретно этому человеку важно в этой жизни и ради чего он, в принципе, примет наше предложение, ради чего он будет стараться, что ему нужно. Просто заработать денег, либо какие-то другие цели. И вот тут очень хорошую теорию Алан Пис вывел. Он сам сетевик, работает сетевиками, написал очень много по сетевому маркетингу книг. И у него есть одна книга, которая называется «Ответы в вопросах». «Ответы в вопросах». И он говорит, что никогда не нужно изменять то, что уже успешно работает. Его нужно только заряжать. Сейчас вы поймете о чем. Для того, чтобы понимать и выстроить беседу с человеком, чтобы понять, что ему в этой жизни нужно, ради чего он будет вообще, ради чего он должен принять наше предложение. У него есть такой метод четырех ключей. То есть наша вся работа заключается, вот выстраивается наша работа с клиентом по методу четырех ключей. Первое – это растопить лед. Второе – найти горячую точку. Третье – нажать на эту горячую точку. И четвертое – получить обязательство. То есть, ну, я бы, может быть, в нашем варианте назвала это заключить соглашение какое-то. Лучше так. То есть, как бы, та же регистрация и тоже принятие нашего предложения. Что значит растопить лед? Это как раз вот этот первый контакт. Понять, кто перед нами и настроиться на волну общения с этим человеком. Понять, что его интересует, как с ним общаться. Чтобы найти первые точки соприкосновения для того, чтобы у нас получился контакт с этим человеком. Вот это и есть растопить лед. То есть что-то сказать такое, чтобы ему понравиться. А это очень важно, когда мы будем понимать, кто перед нами. Мы тогда будем знать, что ему сказать, чтобы ему понравиться. Вот. Второе – это найти горячую точку. Так вот, найти горячую точку помогает вот такое понятие, понятие как основной побуждающий фактор. Это та движущая сила, которая мотивирует и ведёт нас. Иногда подталкивает, а иногда просто очень жёстко заставляет нас действовать. Так вот, что это за движущая сила? Это могут быть разные факторы. И они на самом деле у всех людей разные. Нам очень важно выявить. Не думать, что то, что ценно для нас, ценно для нашего собеседника. Особенно, если мы этого человека не знаем. Поэтому наша задача – это выяснить. Это могут быть разные. Но сейчас я сюда собрала то, что мы можем в нашем проекте получить. То есть наш проект поможет, участие в нашем проекте, так скажем, поможет удовлетворить вот эти желания, вот эти факторы, которые могут быть у человека. То есть человек хочет дополнительный доход. Вот у него есть заработок, у него есть работа. Ну, вот ему нужно на осуществление, не знаю, мечты, в отпуск поехать. Просто ему нужен дополнительный доход. А кому-то просто, потому что у него есть на хлеб, а нет, на масло. Ему еще нужно дополнительный доход заработать на масло. То есть ситуации разные. Кому-то нужна просто финансовая независимость. Кто-то хочет собственный бизнес. Пожалуйста, это у нас тоже бизнес. Маленький бизнес в большом бизнесе. Кому-то нужно просто больше свободного времени. Он хочет уйти со своей работы, где он там занят, то есть у него 8-10 часов в день. И он хочет, чтобы у него был более свободный график. Он хочет больше свободного времени. Мы понимаем, что, да, в нашем проекте можно по-другому работать. Мы можем сами планировать свое время. Мы можем заключать большие сделки, сегодня сделать хорошую сделку и потом несколько дней отдыхать. Вообще ничего не делать. Дать себе такую возможность отдохнуть. То есть это можно у нас в проекте сделать. Можно. Кому-то важен личностный рост. То есть он может как внутри проекта вырасти, карьерный рост может быть для кого-то, а может просто заработать деньги, пойти на какие-то тренинги, там еще что-то. Кому-то важно как гуманистам помогать другим. Заводить новое знакомство, пожалуйста. Вот желание уйти с работы. Кто-то хочет просто заработать, чтобы было, что оставить своим детям, какое-то наследство. Или, может быть, кого-то волнует будущее планеты. Наш проект об этом тоже позаботился. И это важно для гуманистов. Так вот, чтобы понять, что для человека важно, мы как раз-таки можем ему задать просто несколько вопросов. Потому что если мы сами будем говорить, вот мы знаем этого человека, мы знаем его нужды, мы знаем его какие-то слабые места, и мы говорим, слушай, приходи ко мне в проект, я знаю, у тебя вот это, вот это, вот это не так, ты придешь к нам, ты поправишься, заработаешь деньги, ты там поедешь туда, понимаешь? Вот мы начинаем ему говорить, ну, со своей колокольни, мы же смотрим, ну, мы же видим со стороны, но со стороны же виднее, что ему не хватает, что ему еще нужно. И мы ему будем говорить, ну, мы же можем ему посоветовать, ну, мы же можем ему предложить. Так вот, нет. У людей будет расти раздражение и недоверие ко всему, что будем говорить мы. Тебе надо, я знаю, ничего ему от вас не надо. И эти люди просто могут замкнуться, потому что люди не любят, когда им указывают на их слабые места, они их и так знают, на их недостатки, они их и так знают. Если человек ленивый и не работает, то сколько бы вы ему ни говорили, да тебе надо просто оторваться от дивана, пойти туда, пойти туда, две презентации сделать, он вас мысленно пошлет куда подальше, что ты мне будешь указывать? Хочу лежать на диване и хочу, и ныть, что мне денег нету. Вот, поэтому чистой правдой будет только то, что говорят они, а не то, что говорим мы. Поэтому наша задача – разговаривать с человеком и задавать ему вопросы. И задать ему вопросы таким образом, чтобы, первое, мы чётко понимали, выявили его основной побуждающий фактор. И второе, вот это и будет нажать на горячую точку, заставить его проговорить свою проблему и свои нужды. И он сам поймёт, что ему нужно то, что мы ему предлагаем. Он сам нам скажет, так что ты мне предлагаешь в данном случае? Так как я могу вот это вот исправить? То есть нам нужно здесь быть немножко психологом, немножко, может быть, коучем каким-то. Вопросы на самом деле очень простые. Я вам скажу, почему психологически нужно их так задавать. То есть первое мы задаём, что для вас важнее всего в жизни. То есть и можем сразу хлоп, и вот этот наш список основных побуждающих факторов. или что для тебя на сегодняшний момент очень важно сделать, не знаю, поправить или ещё что-то. Да, мы ему даём этот список, и он смотрит, о, да, вот я хочу дополнительный доход, а ещё я хочу там наследство оставить, потому что у меня там двое сыновей, я хочу ставить наследство. Всё, мы поняли, что ему нужно. И мы ему задаём вопрос, а почему ты выбрал именно это? И он тогда нам объяснит, почему ему нужен, для чего ему нужен этот дополнительный доход, и почему именно он хочет оставить наследство своим детям. Он скажет, почему. Либо чтобы они там хорошее образование получили, либо чтобы они себе там дома построили, либо чтобы они путешествовали по всему миру. Он нам сам скажет, почему он выбрал эти пункты, почему они для него так важны. И вот мы задаём третий вопрос, а почему это для вас является наиболее важным? И он нам ещё раз проговорит, потому что для меня важно, чтобы мои дети то-то, то-то, то-то. Для меня важно, чтобы у меня было вот это, это, это. Он ещё раз более углублённо проговаривает и мысленно визуализирует те вещи, о которых он только что нам сказал. Он нам сказал, что ему нужно для того, чтобы у детей было то-то, то-то. И когда мы ему говорим, почему для тебя это важно? А он говорит, да, мне это важно. Он находит ещё больше аргументов, чтобы убедить нас. Сейчас он нас убеждает, что ему это нужно, и для него это важно. И мы задаём ему четвёртый вопрос. А что произойдёт, если у вас не будет возможности получить это? И вот здесь происходит вот этот переломный момент, когда у человека может даже какой-то негатив подняться, потому что он только что визуализировал вещи, которые произойдут, когда у него будет там дополнительный доход, условно говоря, и там возможность составить наследство. Ну вот мы просто выбрали эти пункты. Я даже не разбираю их подробно. Он их выбрал, и он визуализировал, что будет. Мы его попросили подчеркнуть важность этого, и он ещё раз проговорил, он ещё раз подчеркнул важность, и у него в подсознании складывается такое, понимаете, мне очень нужно это, потому что мне очень важно это. Он сам себе объяснил только что, возможно, впервые словами важность именно этих задач, именно этих своих желаний. Может быть, он их даже никогда не проговаривал, а здесь он проговорил их важность. И вдруг мы задаём вопрос, а если у тебя этого всего не будет? Знаете, он как будто бы только что окунулся туда, и мы у него уже это начинаем забирать. И вот тут человек, очень часто у человека могут появиться негативные эмоции, он даже может спылить. «Да как? Если я это не получу, значит, я не смогу детям своим дать то-то, то-то, то-то». И опять начинает перечислять, да? То есть он уже понимает, у него как будто бы это забирают. И мы говорим, почему это вас так волнует? Ну что, ну не сможешь дать? И он тогда говорит, нет, ну мне бы очень хотелось, чтобы я как отец смог бы то-то, то-то, то-то дать своим детям. Да, он уже, мы его этим вопросом успокаиваем. Но он практически пять раз проговорил то, что, в принципе, мы могли ему сказать изначально. Тебе надо это, это, это. Но он сам проговорил это. Он сам себя убедил уже, что ему это надо. И вот тут мы переходим к четвёртому ключу и говорим. Вот теперь ты видишь, что в нашем проекте можно то-то, то-то, то-то. И мы ему делаем презентацию с акцентами именно на те факторы, которые он выбрал. Если ты перед нами гуманист, и он хочет помогать планете, спасать планету, то, естественно, мы ему говорим, так участие в этом транспорте даёт тебе то-то, то-то, то-то. То есть причастность к проекту и спасение планеты, людей, животного мира. Если он нам сказал, что ему нужны деньги сегодня и сейчас, мы говорим, вот участие в проекте, вот у нас маркетинг, вот у нас такие проценты. Если он говорит о наследстве, мы ему говорим о пакетах акций, которые будут приносить доход и передаются по наследству. То есть опять выявив основной побуждающий фактор человека, мы чётко понимаем, как нам вести свою презентацию. Вот это очень важно. Мы не теряем время, мы не даём какую-то пустую ненужную информацию. Наша презентация будет очень качественной. Она будет качественной, потому что она конкретно направлена на нужды и желания данного человека. Конечно, это сейчас мы говорим о личной беседе, о личных встречах. Когда мы делаем презентацию в зале, мы можем про основной побуждающий фактор сказать немножко по-другому. Вот посмотрите, есть вот такие вот факторы. Это вот такое-то, такое-то понятие. И теперь подумайте каждый, кто, что, для кого, там, допустим, какой пункт для вас является самым главным. И когда вы начинаете рассказывать презентацию в зале, вы, рассказывая о маркетинге, вы говорите, вот те, кто выбрал, допустим, дополнительный доход или там сегодня и сейчас дополнительный заработок или прямо основной бизнес делать, то вот, пожалуйста, у нас очень хороший маркетинг. А вот те, кто выбрали спасение планеты, пожалуйста, какой у нас хороший этот самый. Ну, вернее, даже, ну, вы понимаете, что не совсем так это нужно, да, что мы рассказываем об экологии и говорим, вот у нас экологичный, то-то, то-то, то-то. Вот это как раз подходит тем, кто вот выбрал пункт, допустим, спасение планеты, да. Мы говорим о маркетинге. Вот это вот как раз подходит тем людям, кому нужен там дополнительный доход, еще, 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 еще такое, да. То есть, ну, вот таким образом можно про эти побуждающие факторы сказать. Это тоже будет очень полезно и правильно, потому что люди уже задумаются. Они уже задумаются, да, действительно, смотри, вот мне нужно вот это, вот как интересно. Я этот пункт выбрал, и мне сейчас вот рассказали, как я могу это осуществить, да. То есть, включить даже в презентацию технологии свои основные побуждающие факторы нужно, нужно. Ну, во всяком случае, очень советую, потому что, ну, здесь можно построить свою презентацию очень продуктивно, вот так скажем, просто продуктивно. Она будет качественной, вот. Ну, что, почему люди покупают? Это так, ну, образное, да, покупают, покупают услугу, покупают товар или еще что-то, да. Почему люди покупают? По двум причинам. Есть только две причины, почему они на это идут. Первое, когда им что-то просто жизненно важно, жизненно необходимо, просто очень нужно. И второе, когда они чего-то просто очень хотят. То есть, мы покупаем сапоги, потому что впереди зима, а у нас старые сапоги прохудились. И хочешь, не хочешь, мы должны их купить, да. То есть, это когда нам что-то нужно. Но имея одни сапоги, мы вдруг видим какие-то очень красивые другого цвета, и мы их настолько хотим, что мы их тоже покупаем, да. То есть, либо нам это очень нужно, либо мы просто очень этого хотим. Тогда мы поднимаемся, идем и что-то для этого делаем. Поэтому наша задача выяснить вот эту настоящую потребность или желание человека. То есть, либо это его мечта, и мы говорим, давай, иди к своей мечте, а у тебя есть возможность дойти к своей мечте, да. Либо, вот смотри, у тебя вот тут трудности, тут и тут, ты сам только что проговорил. Давай попробуем, давай я тебе буду помогать, я тебе то, я тебе все. Все, пошли, вперед. То есть, либо им это нужно, либо им просто очень этого хочется. Вот, ну и буквально пару слов о презентациях. Мы используем готовые презентации, которые они есть, но мы можем проводить презентацию по любой картинке, которая у нас есть. Научитесь проводить презентацию даже по своей визитной карточке. То есть, очень важно, когда мы используем атрибутику всевозможную, когда мы идем на презентацию, лендинги, там, естественно, если мы используем ролики, то они должны быть только с официальных каналов. Мы обязательно в свою презентацию, если это просто рассказать о проекте, сейчас не берем там ни основной побуждающий фактор, ничего, мы просто хотим рассказать о проекте, о нашем транспорте, да. Тогда мы по такой схеме в обязательном порядке – это правильнее. Говорим о проблемах, которые существуют с транспортом, с инструктурами. То есть, мы говорим, какие сейчас проблемы, какое есть решение в наш проект, какое мы предлагаем решение вот этих всех проблем, и возможность участия в проекте. То есть, это маркетинг и все такое, да, предлагаем бизнес. То есть, вот по этой схемке мы делаем вообще презентацию проекта, если не углубляться вот в те отдельные вещи, о которых мы только что проговорили. То есть, приглашая людей в бизнес, естественно, мы знакомим с маркетингом. И рассказывая о проекте, мы не просто рассказываем, ой, вот есть такой транспорт, да. Мы сами понимаем, что если мы уже человеку назначили встречу, если мы делаем ему какое-то предложение, то понятное дело, что мы рассказываем об условиях, какие у нас есть программы, как мы финансируем этот проект, какой у нас маркетинг и все такое. То есть, мы говорим о всех выгодах, которые существуют. То есть, вот таким образом мы выстраиваем свою презентацию. Да, конечно, мы можем спокойно в свободной беседе просто рассказать, чем я занимаюсь и все, но опять-таки, какова будет наша цель? Если наша цель – провести презентацию так, чтобы человек захотел принимать участие или присоединиться к нашей команде, это одно. А если мы хотим просто познакомить, сказать, вот есть такой гениальный ученый, он изобрел то-то, то-то и все, это, конечно, мы можем просто рассказать о проекте и все. То есть, опять-таки, очень важно, какая наша цель. Но чтобы подготовиться к беседе, мы понимаем, обязательно готовим что-то из последних новостей. Очень важно, чтобы у нас были какие-то, какая-то печатная литература и не только показать что-то такое большое, красивое, которое вот только наше, да, но очень важно, чтобы у нас еще были какие-то буклетики, которые мы можем оставить человеку. И я всегда делаю акцент на то, что разговариваю с людьми, если у нас даже нет компьютера, нам нужно иметь листочек с распечатанным списком инвестиционных пакетов и промо-акций. Потому что, когда мы рассказываем, мы тут же можем этот листок открыть, вернее, либо мы открываем свой кабинет и все показываем. Но, смотрите, мы компьютер закрыли, мы с человеком расстались, и он уже забыл, какие там были предложения, что там было выгодно, а что не было выгодно. А если мы распечатываем это все на листочке, и мы ему это оставим, он несколько раз еще потом туда посмотрит, о, слушай, а вот я сейчас рассмотрел, а тут, оказывается, есть очень хорошее предложение, да? То есть оставить ему перед глазами, чтобы это было. Это очень важно. Это такой классный инструмент, который нужно использовать. Вот. И вот тогда так мы готовимся, когда мы идем навстречу. Но обязательно что-то из последних новостей. Все, что мы будем рассказывать, мы можем историю рассказывать, но какие-то последние наши новости, какие-то последние достижения в обязательном порядке нужно подготовить. Вот. Ну, промо-акции, которые есть у нас там, пакеты, да? Это то, о чем я уже сказала. Вот. И у нас есть макет визитки. Почему я говорю? Вы можете научиться провести презентацию не только по буклету, по каталогу, а даже по своей визитке. Потому что мы тоже продумали, мы разместили на макете с обратной стороны, на визитке вот этот основной побуждающий фактор. И с этого всегда можно начинать разговаривать. Это даже может быть небольшой зацепкой, когда вы даете человеку визитку, даже не ставя, ну, не планируя прямо сейчас его раскрутить на разговор, на какую-то презентацию ему сделать. Но вы когда даете ему визитку, естественно, ну, как человек смотрит визитку? Он ее так переворачивает с двух сторон, он обязательно увидит что-то необычное, да? Ну, ему захочется присмотреться к этому тексту. А что же это на обратной стороне? Потому что это необычное действительно. На визитках такое, ну, мы не встречали, мы сами это придумали. Вот. И поэтому здесь уже прям сразу он может вам задать вопрос, и у вас сразу завершится разговор. То есть мы специально продумали такую визитку, которая точно так же помогает начать разговор. Это тоже инструмент. Двойного действия, так скажем. У всех визитка имеет одно действие, да? Наша визитка, она такой инструмент двойного действия. Вот. И новые буклеты у нас есть. Я просто еще раз это все показываю, потому что по буклету, это лист А4 в строе сложенный, мы тоже можем провести идеальную презентацию, потому что здесь все есть. Особенно вот внутренняя часть, где идет транспорт, сравнение с другими видами транспорта, загрязнение природы, сравнение, затраты на эксплуатацию, какие перспективы у нас есть, какие достижения. То есть просто шикарный буклет, который вот собирает всю-всю-всю информацию, вот такой информационный, очень маленький. Вот. Плюс корпоративные наборы, которые все можете себе заказать. Сейчас в эти наборы входят буклеты. У нас там были закладочки. Сейчас входит туда пять буклетиков в набор, поэтому тоже можете их заказывать. И как раз у вас будет и атрибутика, с которой вы идете на презентацию, и материал, и также буклетик можете оставить, подарить. Вот. Ну, большие баннеры у нас есть. Если это у вас в помещении такой баннер стоит, то, пожалуйста, подвели человека к баннеру и провели презентацию. То есть это очень хорошие материалы, это очень хорошие инструменты для работы. Да, все. На сегодня это будет все. Спасибо за внимание. Мы уложились ровно в час. Благодарю, что были со мной. И можете сейчас прям переключаться на вебинар Владимира Маслова. Он сейчас находится во Вьетнаме. И я думаю, может быть, он нам расскажет что-то интересное, потому что у них там сейчас достаточно серьезная работа идет. Поэтому переходим к Владимиру и слушаем, какие новости скажет он нам. Все. Всего хорошего. Я благодарю вас за внимание. И до... Через четверг. Встретимся через две недели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...